приветствую вас друзья сердечно у меня вчера был гостях издатели амриты руси вот издали мою книжку и вот самое интересное что когда я рассказывал что я написал новую книжку и советовался можно выдавать ее мир или нет потому что с одной стороне я хочу сделать мировой бессиллер а с другой стороны я боюсь что там секреты которые я раскрываю возьмут еще и те которым это вообще не нужно вообще-то знать потому что там новое слово новое слово и как его генерировать как можно стресс превращать стресс трамплин и создавать новое изобретать созидать и поэтому книжка у меня новая которая написана уже но я с ним советовался как быть потому что очень важные там есть советы как по существу превращать энергию напряжения стресса стресс трамплин и создать такое новое что сегодня нового слова ведь нет все переписывают друг у друга все старое а там новое а называется золото под ногами инструкция для изобретателя ну точнее созидателя потому что когда мы говорим об изобретателе читать почитать человека подумаешь только для изобретателей нет это для любого человека но там самое главное написано что был свое время а райков такой который говорил детям гипнозе что они гении они в разы лучше рисовали потом я изучал этот вопрос это все рассказываю издателю моему другу потом я изучал этот вопрос потому что я свое время очень много занимался гипнозом как окном в мир мозга изучал это явление и понял что он всего лишь навсего в гипнозе своим внушением что они гении он снимал у них комплексы снимал у них страх ошибки по существу неверия в свои возможности он снимал и таким образом они начинали верить что они готовы сделать шедевр и в разы лучше рисовали детишки это же такое потрясающее единственное там плохо что это в гипнозе а я потом придумал как это делать без гипноза потому что если снимать зажимы как он снимал с помощью внушения в гипнозе так это можно делать без гипноза да я как раз в этой новой книжке которую я хотел ему предложить и рассказывал фабулу о чем там речь я рассказал что там надо выходить на определенное состояние в котором отсекаются автоматически страх комплексы эго подражание авторитетом шаблоны мышления они отсекаются автоматически я в этой книжке и как раз таки новые написал в рукописи которые ему показывал и советовался с ним и вдруг он мне говорит интересную вещь вот то что говорит ты мне сейчас рассказываю что у тебя будет новые книги я говорит это понимаю я говорит недавно на рынке там жаловалась продавщица что плохо идут продажи ягод и дал совет такой же ягод я сказал а вы говорит возьмите помечтайте об этом несколько раз а потом уйдите в сторону и не думайте больше об этом предоставьте это судьбе и она говорит потом все еще раз когда был на рынке такая довольная она говорит слушайте ваш совет так сработал ну короче говоря речь идет о том чтобы не вмешиваться своим умом в процесс он нам нужен только для того чтобы когда мы формулируем задачу мечту свою задачу формулируем чтобы с умом можно было бы ее себе представить чего мы хотим а потом реализацию этой задачи реализацию этой мечты предоставить судьбе почему чтобы не вмешиваться ограниченным умом в процесс ее производства тоже же было и оптинских старцев они же как бы меняли меняли свою судьбу под руководство бога они своих молитвах говорили господи руководим но и руководим моими поступками они меняли чему-то большему чем они и и поэтому потом не вмешивались своим ограничением ума своими шаблонами своими стереотипами своим страхом как будет что будет не вмешивались процессы и судьба их вела именно так интуитивно как нужно оптинские старцы так то же самое сейчас я проанализировал все методы мира которые есть доступном интернете для меня они все в принципе на этом и построены что есть нечто большее чем ты и ты когда решаешь какой-то важный вопрос меняешь это чему-то большему чтобы он тебе их решил эти вопросы но когда ты принимаешь решение какие-то важные ну например сейчас модно менять это квантовому полю но вы сами посмотрите в интернете как сейчас это рассказывают что есть в квадтовое поле надо к нему обратиться и там можно понять что и как надо делать но это то же самое во всех молитвах богу обращаются чтобы бог помог то но это то же самое откуда это берется почему у человека нет уверенности в себе потому что на школе этому не учат вот посмотрите но нас учат вот эти великие художники как это с большим трудом какие они мастера у меня постоянно неуверенность себе и вот смотрите интересно подкатили например да он мастер трис как и другие несколько моих друзей мастера трис теории разработки изобретательских задач которые от шулер создал эту школу так они были одним из лучших учеников как говорится да вот этот подкатилин такой выдающийся изобретателя у него больше всех мире изобретений и он мне говорит что я для того чтобы сделать изобретение я горит могу решить любую задачу техническую не техническую я его спрашивал а как это вы можете он говорит я нахожу в себе состояние уверенности что задача решаемая так это же открывается затвора в подсознание в эту огромнейшую базу данных в эту ноосферу там же только информации все что мы видели слышали видели во сне читали и так далее о чем думали там же все вот это может интегрироваться тогда мы имеем какой-то вопрос какую-то задачу который ясно четко себе сформулировали а потом мы выходим на состояние а я об этом написал как это делать в этой книжке новой ну короче говоря золото под ногами потому что на самом деле шанс у нас у каждого есть открыть в нашем подсознании такой банк данных все ответы я обычно говорю об этом таким образом что поток когда мы выходим на нулевое состояние в нулевом состоянии у нас автоматически отсекаются все страхи и шаблоны мышления подражание авторитетом комплексы стереотип все отсекается и там когда мы выходим и начинаем мечтать о чем-то или задачу какую-то формулируем себе там моментально происходит поток ассоциации этих добровольных помощников из подсознания поток ассоциации в русле этой задачи в русле этого тренда в русле этой темы поток ассоциации то самое главное оказалось вот здесь вот научиться как поверить что вопрос который вы решаете решаемый открыть этот затвор об этом я написал в этой книжке но пока боюсь ее издавать потому что как я сказал ее могут читать и те которым это читать не нужно изобретут еще такие вещи против нас которые не следует изобретать поэтому я сейчас думаю прежде чем ее передать издателю о том как сделать так чтобы у человека была ответственность не только за свои слова но и за свои изобретения потому что столько людей на службе находится денег что вынуждены изобретать а вот какие будут последствия вот посмотрите что с атмосферой творится посмотрите что творится с едой до ради выживания они все это делают ну так что мы подумаем еще друзья и так я придумал как поверить что вместо гипноза райкова как поверить что вы гений лучше рисовали лучше пели лучше танцевали лучше изобретали и принимали более верные решения но посмотрим напишите мне в комментах как вы думаете пора выдавать такую книжку или все-таки надо постеречься до встречи друзья